Доброго времени суток, мои дорогие коллеги! Расскажу вам в этом видео, как сделать красивое, оригинальное, свое видео для Ютуба. То есть, самое главное, что нужно иметь, это фантазию. Для чего вам это нужно видео? Может быть, привлечь внимание, может быть, рассказать о каком-то продукте вашем, может быть, пригласить в онлайн бизнес, то есть, заранее приготовьте себе инструменты, то есть, картинки, музыку, запустите все программы. Вот смотрите, что делаю я. Сейчас я вам открою видео, вот примерно вот такое вот видео я создала на днях, этого видео нет в Ютубе. Вот это вот красивое видео с красивыми, оригинальными. То есть, такого видео нет в Ютубе, никто не на вас с претензиями не наедет, что это мое видео, вы его наглым образом связали. Вот смотрите, что нужно. Вот, допустим, для начала вам нужно сделать, создать какое-то фото. Как я делаю фото? Я делаю с помощью Google Диска. Здесь вот есть создать картинки, Google Рисунки, да, создаете, либо в Google Презентации. То есть, вот сейчас я покажу вам последнее, что я создала, Мечтающих путешествиях. И вы посмотрите, как оно примерно выглядит. Вот, примерно первая страничка, да, то есть, красивый фон, красивый текст. Вот, второй текст, например, да. Вот, третий, четвертый. То есть, очень красиво вот это все. Можете несколько видео. Здесь можете над каждым видео делать дополнительные настройки. Вот, здесь вот посмотрите, добавить анимации. Здесь вот вид, вот анимация. Открываете, да, то есть, вы можете это, допустим, вот, например. Так, сейчас сделаю. Вот так вот может быть появляться. То есть, посмотрите, как можно, то есть, для начала создаете красивые, красивые фотографии с надписями. Либо делаете это в Пауэрпойнте, либо делаете в Гугл Диске. То есть, все это сохраняете у себя в папочке заранее. Ну, вот. Здесь вот, например, да, я вот здесь создала, вот эти вот, перенесла все. И о чем вы хотите? Вы можете в Ютубе посмотреть какие-то свои, какое-то видео. красивые, об этом завораживающие, но он принадлежит, например, кому-то другому, да. Вы можете просто-напросто его с помощью FastOnCaption скачать, ну, пересохранить. Допустим, вот такое вот видео мне понравилось из Шри-Ланка. то есть, я его пересохранила без звука. Просто видео вот такое вот получилось очень красивое на 1 минуту 56 секунд. Это мало. В принципе, каждое видео делаете свое, очень короткое. 2-3 минуты максимум, потому что человек не любит это все просматривать. Все, вы это создали, картинки свои красивые вставили, видео вставили, все. Дальше мы запускаем такую программу, как Camtasia Studio. Что сделаем здесь? То есть, во-первых, нам нужно вставить свое скаченное видео. Так, неправильно открыла. Скаченное видео, то, что мы, допустим, скачали. Скачали так вот. Вот оно, да? Мы его как бы перетаскиваем вот сюда. Вот это видео мы перетаскиваем вот сюда. То есть, она у нас встала. Расширение ставим. Ну, тут, в принципе, это мы будем сохранять. Делаем вот так вот. Все. То есть, видео у нас встало, да? Вот оно. Все. Пошло. Пошло видео. И это минуты 55 секунд. То есть, если у вас какое-то происходит, например, в течение этого видео какой-то косячок, да, в конце, как правило, видео ставится, например, подробности, за подробностями заходи на сайт или какая-нибудь всплывающая картинка, вы можете просто в это время остановить, да, к примеру, и сделать, вот, допустим, с этого момента у вас появляется на видео какое-то всплывающее, например, подробности на сайте, да, или там Виктория какая-то такая-то, звоните по телефону. Вот здесь вот бегунок отмечаете, что вам лишнее. Можете просто-напросто вырезать его. И вот этого вот момента не будет. То есть, он хоп, и все, и пошел. То есть, вот этого вот, вот этого косяка момента не будет. Это раз. Во-вторых, то есть, вы подготовили видео, все лишнее повырезали, все. Затем вам нужно, например, вставить перед видео или в конце видео свои картинки. Для этого мы заходим в подготовленное свое видео и перетаскиваем вот сюда. Вот. Вот смотрите. Вот у нас, например, вот с самого начала, вот картинка, например, идет. А, нет, это я не то вставила. Так, это я не то вставила. Это мы вырежем. Так, это я уже готовое видео вставила. Мне нужно картиночку, картиночку. Вот эту вот. Вот. Мы вставим все сюда перед видео. Вот она у нас, картинка, да? Мы ее вставили. Вот. И она у нас идет, идет, идет. Потом хоп, прерывается и резко начинается, да, вот это вот видео. Нам это не подходит. То есть, нам нужно что-нибудь такое плавное. Мы нажимаем сюда вот море и transitions. Вот. Это переходы. Переходы от картинки до вашего видео. Здесь вам предлагают различные виды дверцы, например, жалюзи, да, к примеру, зигзаг. Открылась вот так, например, можете кручение вот такое поставить, допустим, исчезновение. То есть, ну, что вам больше понравилось, плавное исчезание, вот это вот, вот красиво тоже происходит. В принципе, вращение куба. Вот. давайте сделаем жаль, так, нет, жалью земля, было уже. давайте сделаем мазайку. То есть, просто ее перетягиваем вот сюда. Вот. Угу. Затем, то есть, вот у нас что получается. Мы смотрим, идет картинка, есть картинка, 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 потом плавно переходит в видео ваше. Да, лишнее вы все, естественно, вырежете. Дальше идет видео. Вот. Может быть, какое-то видео найдете, чтобы там было текст какой-то. Можете вообще видео не вставлять, а просто картинки с плавными переходами, красивыми поворотами. Вот. Все. Затем вы просто делаете еще там свои картинки, да, какие-то добавляете. Вот сюда, к примеру, ставите вот, да. Тоже здесь переход красивый, например, можете сделать. Вот, допустим, жалюзи, например, делаем вот, да. Например, заканчивается видео у вас. Вот оно, где оно у вас. заканчивается видео, примерно. Вот это вы все лишнее уберете, осуществить свою мечту, да. Вот. Потом, например, еще одно фото можете вставить, примерно вот сюда, да. немножко полистать. Вот, еще одну свою фотографию. Дальше может быть еще какое-то видео, но сильно долгое, нудное, не ставьте, потому что это люди не любят долгое. вот это вот свое, чтобы смотреть это видео, да, вот. Допустим, вот так вот будет. Там, консультантом, да. Тут еще, ну, в общем, в принципе, вы поняли, да. Потом вот это вот все, вот это все я записываю через фастурую капшин, так как он у меня сейчас еще включен, я его записываю, при этом включая музыку, вот смотрите, как это все будет красиво звучать с музыкой. Я нашла музыку, так, сейчас отключу, вот это допустим, да, мы поставим музыку, все, сейчас я ее на паузу поставлю, то есть я сделаю сейчас все красиво настрою, все вот это вот картинку включу, видео включу, да, музыку настрою, все, настрою фастунг капшин, сделаю выделенный объект, вот этот вот объект, да, выделю все, и все, я запускаю музыку. Запускаю это и все, и у меня поехало все это сниматься. это у меня все снимается, да, как только шел. красиво красиво фотографии, красиво поставить переходы, всплывающие картинки и все это красиво с фантазией все заснять. вот это все пройдет, все закончится, все до конца, да, все это закончится, стань куда-то на рабочий стол, вы его назовете и уже потом дальше в YouTube. В принципе, можно еще в Камтазия студии тут какую-то делать запись какую-то, я даже не знаю, как оно все, вот здесь вот как-то вот здесь еще делают, но я это не делала никогда. то есть принцип поняли, самое главное составить в Powerpoint или в Google диске свою красивую презентацию, либо красивые картинки с надписями, да, вот, затем их красиво друг за другом поставить в Камтазия студию, воткнуть с красивыми переходами, видео, может быть, какое оригинальное найдете, музыку подберете себе, самое главное для в принципе для вот этого видео, потому что без музыки видео, и все это красиво запишите, я использую Fast and Capture все это выделите с музыкой, и все, ваше творчество закончилось, ваше видео снято, пожалуйста, можете уже выкладывать его в YouTube. Я думаю, это все понятно, фантазируйте, передумывайте, учите тему, и все у вас получится. До скорого свидания, с вами была Татьяна, всем пока-пока.